Эйден, не стой там, иди сюда. Знаешь, что это? Этот кастет принадлежал командиру Лукасу, а потом перешёл к Айтеру. То, что произошло в старом Велидоре, может случиться снова. Мы должны спасти город, Эйден. От заразы, от мясника и его людей, чтобы они не задумали. Хорошо. Но по рации ты сказал, что у тебя есть информация. Да, но сначала... Скажи мне, Эйден, зачем тебе эта база данных? Что там? Я ищу сестру. Что с ней случилось? Вальц причинил ей боль. Собрал её у меня. Он должен сказать, где моя сестра. Жива она или... Вот зачем мне нужен командный центр ВГМ, чтобы получить доступ к базе данных Вальца. Значит, у нас общий враг. Ты о ком? О Вальце, правой руке мясника. Он накачивает своих людей ингибиторами. Можем взять их обоих. Я позвал тебя, так как узнал, что несколько учёных ВГМ прячутся в городе. Мы выследили одного из них прямо перед нападением ренегатов. Многообещающе. Найдём одного, выясним, что он знает. Если не будет толку, найдём другого. А потом следующего, пока ты не получишь ответы. Почему бывшие учёные ВГМ прячутся? Они боятся гнева людей. Их ненавидят за то, что ВГМ распространила инфекцию. Так это правда? Что ВГМ занесла вирус? А кто же ещё? Они проводили эксперименты в своих центрах. И привезли его в контейнерах из Харана. Ночью, в тайне от правительства. А затем всё рухнуло. В отместку люди ловили учёных и вешали их на фонарях. И убили единственных, кто мог найти лекарства. Эйден, лекарства нет и не будет. Это пропаганда ВГМ. Хорошо. Что хочешь взамен? А ты как думаешь? Возможно, то, что нужно нам обоим. В городе снова есть свет. Ренегаты наступают. Впервые после окончания войны они напали на наши посты в центре. Но и для нас открылись новые возможности. Благодаря электричеству мы сможем использовать самую большую антенну в центре. На шпиле башни Виенси. Надумал победить мясника с помощью радио? В некотором роде. Сигнал позволит мне охватить куда больше людей. Связь между поселениями улучшится. И мы сможем привлечь больше новобранцев. И тогда будет легче найти нужных тебе учёных ВГМ. Ладно. Я в деле. Хорошо. Мисс Ник напал на нас не просто так. Я хочу сделать этот город безопасным. Любой ценой. Что с вами, сэр? Мейер изложит тебе наш план. Зайди к ней, как только сможешь. И ещё, Эйден. Не нужно называть меня сэр. Для друзей я Джек. Ладно. Джек. Энергия восстановлена. Сейф-акт переломит ход войны. Инженеры миротворцев сейчас работают... Так. Ладно, Джек. Точнее, КМИ надо. Зашёл я на сюжет, как вы заметили. Надо немного с сюжета посмотреть. А то уже соскучился. Сделай что-нибудь полезное. Сделай что-нибудь полезное. Сделаю обязательно. Так. Я что хотел... Показать. Показать. Посмотреть. У меня откуда-то... Откуда-то. Я не знаю откуда. Взялись такие дробовики. Называемые великолепные. Для чего они, я не знаю. Так. Это у нас урон дневной. И есть второй. Так. Искусный стрелковый. Легендарный стрелковый. Откуда они взялись, я не знаю. Так. Будем пробовать смотреть, что это такое у нас. Так. Будем смотреть, проверять. Так. Право, право, лево, лево, право. Так. Давай. Чего там хочешь? Мэтт сказал зайти к тебе. Да. Он сказал отдать тебе это. Маленькая награда за помощь миротворцам. Уэв фонарик. Он тебе пригодится. Спасибо. Он что-то говорил про план. Телебашня. Теперь, когда зажегся свет, мы используем антенну для призыва к мобилизации. Но сначала нужно попасть наверх. А это долгий путь. Что ты хочешь знать? Расскажи мне о радиостанции на Телебашне. Это самое высокое здание в Велидоре. Когда-то она была символом величия города. Ныне она символ его упадка. О чем это ты? Эта антенна сможет вновь объединить город. Но кто знает, что ждет того, кто захочет вновь ее подключить? Явно ничего хорошего. Именно. Спасительный маяк и смертельная ловушка. Надеемся, в этот раз все будет иначе. Хотим осветить ее уфэшками. Так, расскажи мне. Почему там так опасно? Похоже, внутри гнездо летунов. Крупнейшая темная зона в округе. Как-то бегуны пытались ее зачистить. Хотели использовать антенну, чтобы объединить всех выживших. Дать людям надежду. Но они так и не смогли подобраться к антенне. Как итог, все бегуны уничтожены. Ладно. Вперед. Лампы на месте? Нет. Если бы Хуан из снабжения хоть раз выполнил свою работу. А он не выполнил? Вот уже несколько дней он играет со мной в прятки и опаздывает. Бесит меня. Так что найди Хуана и узнай, в чем дело. А когда найдешь, устрои ему взбучку. Скажи это от меня. Хочешь что-то сказать? Ой, фонарик у меня теперь. Так, пойдемте его лучшим сразу. Так, у F-фонарь. Вы получили F-фонарь, он позволит вам отгонять и ослаблять всех зараженных, особенно разносчиков и прыгунов. Чтобы использовать F-фонарь, возьмите его, нажав, а затем вы держите, слейте за зарядом фонаря. Когда он достигнут нуля, вам придется подождать его восстановления. Блин, не та история, да? Не то, я думаю, вместо обычного фонаря будет. Но это явно не то. Так, о чем мне надо еще-то? Так, кому меня послали еще? Я не делал ничего плохого! Так, куда-куда, к кому? Вчера мой младший заявил, когда я выросла, я хочу бить среди газов, а не так чай на корабле, как вы с бабы. Если хочешь остаться здесь, расслабься. Я ищу Хуана Райнера. Вас нет в его расписании. Это срочно, меня прислал командующий. Значит, вы от месье Жака? Жак? Жак Мэтт. Месье Райнер, раз здесь нет, могу передать сообщение. Нет, я должен поговорить с ним лично. Где он? Ничем не могу помочь. Где месье Райнер никого не касается. Можете подождать. Что-нибудь еще? Я подожду. Но ты скучная. А твой босс? Как он развлекается? Месье Райнер известный ценитель всей радости жизни. Еды, питья. А сейчас он тоже рядом с одной из этих радостей. Мне можно его навестить? Хорошая попытка, но нет. Мэтт будет не в восторге. Хуана не особо заботит чувство жалкого майорышки. Заходите еще. Что за Хуан тут такой? Так. Луан? Эйден, ты уже освоился в городе? Я в процессе. Мейер с Джеком послали меня в отдел снабжения. Классные ребята. Не то, что другие миротворцы. Наверное, потому что они не миротворцы. Их истинная вера – бизнес. Ясно. В общем, я не могу найти их босса. Хуана? Он не любит быть на виду. Наверное, притаился где-то в рыбьем глазе. Закусочный? У этого сукиного сына даже есть свой столик. Платит повару, чтобы тот готовил ему особые блюда. Живет так, будто эпидемии и не было. Поищу его там. Удачи в поисках. И удачи, если ты найдешь его. Спасибо. Так, что по объявлениям есть еще у нас? Тетя? Что тут? Ничего нету? Ладно, побежали. Куда нам-то? Бегай туда-сюда. Так, давайте посмотрим по фонарику, что у нас. Надо бы раздобыть новое оружие из арсенала. Это уже поизносилось. Так, что у нас по фонарику? Что мы можем сделать? Давай, иди уже сюда. Готов поторговать? Давай, давай. Так. А тут что у нас? А, у фонаря, вот он, улучшение. Так, максимальная энергия 8 секунд. Время перезарядки 12 секунд. Ой, ты емаё. Размер конуса, эффект вспышки. Ну, давай, что-нибудь улучшим. То, что нужно всем и каждому. А, это военная технику. Е-мое, забирает. Вот я что-то не посмотрел-то. Я бы не стал военную технику тратить на этот фонарик. Вот ты реально-то не стал бы. Люблю вести дела с покупателями вроде тебя. Спасибо. Так, давай фонарик-то вниз поставим. Сейчас всё проверять в деле будем. Хотел бы, чтобы жить. Так, куда нам надо? Смотрим. Так, поговорить с Хуаном в закусочной. Поговорить с Хуаном в закусочной. Так, и с дробовиками непонятно, что это за оружие такое. Сейчас проверим. Много разного оружия. И тут, грубо говоря, на любого любителя найдётся что-нибудь. Так, смотрим. Один дробовик. Так, где у нас жертвы? Эй, жертва. А, это не жертва, да? Эйден, ты же был во внешнем мире. Там есть ещё обитаемые города. А где что, зомби? Не одно зомби, конечно. Что ты сделал? Похоже, нам хана. А я уже перепугал. Так. И второй есть. Прикольно. Ху-ху-ху-ху-ху. О, всё, кончился. Хе-е-е. Эй, Люся. О, всё, закончился. Блин, это не то. Не то я взял что-то. Так, стоп. Это что-то я не то. А где тот фонарик? Вот он. Инструмент ночного бегуна. Он не выставляется, да? Так. Назначить снаряжение в ячейку быстрого доступа. И зажмите. Ну, как бы, суть-то понятна. Всё, батарейка села. Хе-хе-хе. И дробовик закончился у меня. Я что-то не понял, что с этим дробовиком, но было интересно. Так, где мне наверх, давай. Где-то пингвин. Я думал, там на обычный фонарик заменится. Так, где этот внизу? Хуан Райнер? Заблудился. Мы не звали официанта. Мейер и командующий приказали мне найти тебя. Меня зовут... Я знаю, кто ты такой, Эйден. После этих разборок с ренегатами, половина закусочной хочет назвать своих драгоценных отпрысков в твою честь. Включая Винни. Но... Ты прервал нашу трапезу. Сформулируй свою просьбу в одном предложении. Прошу. А затем уходи. Ты знаешь, зачем я здесь. У Фэшки. Ты должен доставить их миротворцам. И ты думаешь, твой лай произведёт на меня впечатление? Главный простак Джек думает, что можно натравить своего терьера, и все намочат штаны от страха. Чего ещё от него ожидать? Он не может отличить шампанское в хрустальном бокале от воды в собачьей миске. В нём нет ни граммы изысканности. Верно, Винни? Не знаю. Не бойся. Не похоже, что Джек собирается зайти сюда и приказать тебя повесить. Уж точно не сейчас. А, Винни, когда ты отрастешь яйца, ты хочешь привлечь моё внимание, Эйден? Докажи, что заслуживаешь этого. Что ты можешь предложить мне? Так, а может, и рожа набьём ему? Так. Блин. И хочется, конечно. Я не знаю, как по-хорошему, а или по-плохому. Так. Убедить Хуана, что он может мне доверять. Давай вот так попробуем. Послушай, я могу помочь тебе, как я помогаю Мэтту. Я в этом сомневаюсь. Я слышал, ты был пилигримом. Но ты здесь новенький. Разбить черепа нескольким крестьянам ещё не означает, что все будут носить тебя на руках. С людьми нужно действовать более тонко. У каждого есть свои желания, своя... своя цена. Пока что твоя тактика со мной не работает. Давай ещё раз. Ммм. Тварина-то, а. Послушай, я пытаюсь помочь. Мне нужны лампы. Значит, начинается унижение и попрошайничество. Моя любимая часть. Они правда нужны тебе? Или Джеку? Что он обещал? Ты должен их доставить, а я убедиться, что ты не соскучишь. И как ты собираешься это сделать? Может, кидая на меня кокетливые взгляды? Я не говорю, что ты не в моём вкусе, потому что... Это не так. Но... Мне нужна причина, чтобы разбить вини сердца. Значит, ты должен лучше стараться. Ладно. Твоё время вышло. Ты мне не интересен. Чего тебе нужно, Хуан? Как говорится, если спрашиваешь о цене, значит, ты не можешь это себе позволить. Петик, блин, а. Возвращаясь к более насущному. Ну... Чтобы нам ещё... Полазил с этим напыщенным снобом. Никогда не встречал таких, как он. Я тебе говорила. Ты не знаешь, что к нему... Приходи ко мне. Поговори. Так, так, а я не могу морду ему набить-то сейчас. Поесть фрукты... Блин, ну почему нельзя перезагрузиться? Нет, бы... Более тяжёлыми блюдами. Больная, а. Блин, плохо, конечно. Нельзя перезагрузить, переиграть. Ещё два испытания. Ты мясорубка моя. Дай угадаю. Он заказал себе обед из пяти блюд, и с ним была горячая красотка. Горячий парень. В остальном всё точно. Он тот ещё тип. Я должен заставить его работать. Джеку нужны уфэшки, а Хуан затягивает. Будет сложно. Джек Хуану не авторитет, поэтому тебе будет непросто его убедить. У него свои люди и сфера влияния, и ему нравится злить Джека. И что мне с ним делать? То же, что и со всеми. Подкупить его. Он любит предметы искусства, антиквариат, всякий дорогой хлам из прошлого. Когда он видит что-то ценное из той эпохи, теряет волю. Полное отсутствие самоконтроля. Ха. Где найти что-нибудь подобное? Я слышала о поляке, который жил в пентхаусе у Liberation Passage. Говорят, он был коллекционером. Посмотри там. Туда можно попасть только на параплане, поэтому там могло еще что-то остаться. Я буду на связи и подскажу. А ты? Пойдешь на охоту? Нет, на вечеринку. У Даниора день рождения. Никогда не знаешь, вдруг там будет кто-то из моего списка. Может, выпьешь с нами после Хуана? Даниору я не нравлюсь. Ему никто не нравится. До связи. Так, ладушки и бабушки. Помни про параплан. Про параплан-то я всегда помню. Только толку с этого. Так. Ясно. Все, пошел это. Так, и куда-то, да. Давай посмотрим. Куда нам надо. Пошли отсюда. Так, здесь теперь самое удобное метро. Хе-хе. С лифтом. Самое кайфовое. Так, и нам куда-то туда. Так, ну че, погнали. Получится на бочку зацепиться. Эть, эть, эть. Блин. Ай, немножко не то сделал. Не то, не то. Так, немножко не то сделал. Так. Как нам-то заберется на парапланета. Отсюда я не долечу. Отсюда. Если вот так вот. Ну давай, родники, давай, давай, давай. О, стенка, стенка. Отлично. Так. Тут готово. А, я тут бывал. А в чем-то сюда не добраться, если я тут бывал. Так, доберитесь. Найдите в квартире ценности для Хуана. Так, мне вниз надо, да? Отмычки. А у меня нет отмычек, что ли? Что за глупости-то? Так, нету. Нет отмычек. Так, какое-то письмо. Забрал картину, набросил Джессику. Романтичный сукин сын. Голосовое сообщение. Время 17.36. Местер Лукавский. Транспорт направляется к вам. Произведение искусства уже должно быть на крыше. Какой-то вертолет будет оправдеть, и мы выйдем на связь. Луан. Я нашел его заначку. За ним высылали вертолет. Все перенесли на крышу. Я схожу поищу. Удачи. Так, только здесь все соберем. Лишнее. Лишнее никому не нужное. Так, на крышу здесь же, да? Так, пошли обратно тогда. Так. Ай, ебать. От картин ничего не осталось. Все уничтожено. Луан. Я нашел коллекционера, но его коллекции нет. Луан. Эй, слышишь? Господи, Эйден. Ладно, я быстро. Здесь ничего нет, кроме бутылок виски и водки. Но виски, кажись, годная. Луан любит хорошие виски. Может, если ты его напоишь, он расслабится. Он еще в закусочной? Я видела, как он уходил. Похоже, пошел обратно на корабль. Наверное, уже у себя. Окей. Схожу туда. И еще. Насчет водки. Данер ее обожает. Если соберешься зайти, в чем я сомневаюсь. Но если ты действительно хочешь узнать город, это лучший способ. Так и знай. Так, что мне делать-то? Определитесь там. Так, взять спиртное. Так, взял спиртное. Посетить вечеринку. Давай-ка посетим вечеринку, да? Так, и у меня внизу знак вопроса. Почему-то. Откуда он взялся? А, это еще у нас незаконченный. Давай-ка мы его посмотрим. Опа, я перелетел, да? Чуть-чуть. Опа, ингибиторы. Это хорошо. Так, вниз на туда. За ингибитором надо вниз. ВГМ аномалия. Внимание! В связи с чрезвычайной ситуацией в области... Так, ночи надо. План туда вернуть ночи тогда. Че ж поделать. Принес. Главное, что есть аномалия. Так, теперь ищем тогда, куда нам, к кому в гости. Сюда, да? Посетите вечеринку. Да не ура! Давай посетим. Так, где-то перемещение у нас. Давайте посетим вечеринку. Как сказала подруга, для того, чтобы узнать город получше. Малой сказал, что хочет завести собор. Мой муж и твой брат. Сказал, что здесь он может завести только в шейф. С днем рождения, да, Нюр? О, так ты все-таки пришел. Держи презент. Ты прожил еще год, поздравляю. Что тебе от меня нужно, Гаджо? Ты это к чему? Что ты хочешь? С чего вдруг подарки даришь? Луан сказала, у тебя день рождения, вот я и... Я понимаю концепцию подарка на день рождения. Ты ведешь себя как придурок. Ага, ладно, в общем, с днем рождения. Может, я и проиграл пари, но зато есть чем поднять настроение. Пари? Не бери в голову, Луан в баре. Так, вон она стоит. Че? Эйден, ты пришел! Конечно, сама же позвала. Я принесу тебе бутылку, чтобы ты нас догнал. Такая дожралась уже. Отдыхаешь, да? Слушай, ты же знаешь, как это все давит. Тебе дают приказ, абсолютно бессмысленный, и ты стараешься его выполнить. Я понимаю, поверь. У тебя получилось. Луан выиграла. Выиграла? Какую-то пари? Да, с Данером. Она была уверена, что ты придешь, а он нет. Казалось, что для нее это важно. Как ни странно. На, Эйден, пей. Лучшая выпивка Николаса. Мы собирались сыграть в игру? Нет, Луан, не собирались. Хватит. Я не играю. Ага, я тоже. Я уже слишком пьян. Ну и слабаки. Эйден, ты играешь? Хорошо, сыграем. Так-то лучше. Правила простые. Ты или отвечаешь на преступно личный вопрос о себе, или должен выполнить желание. Значит, если я не хочу отвечать на вопрос, то выполняю желание? Нет. Мы решаем, правда это или желание. Если ты не делаешь, что должен, ты пьешь. Итак, ты спал с кем-нибудь в Велидоре? Какие такие вопросы? Давай правду ответим какую-то. Нет. Ты серьезно? Может, у него есть принципы? Сначала влюбиться и все такое. Ну да, тогда удачи. Не все же такие, как ты, Роу. Лады, твой черед. Хочу, чтоб ты сыграла. Иди нахер. Стой, в смысле? Я выпью. Проехали. Играешь на чем-то? Забей. Я выпила. Едем дальше. Она играла на укулеле. Правда. Парни, продолжаем. Ты спрашиваешь Роу, и я желаю, чтобы ты не просил Роу спеть. Это ужасно. Так, и что мне спрашивали? Попросить спеть его? Так. Даже не знаю. Правда. Вот смотрю на тебя и думаю, кем ты был до всего этого. Хороший выбор. Лучше не слышать, как он поет. Поверь мне. До того, как стал миротворцем, круче которого только яйца. Отцом и мужем. Ты был отцом? Мои дети погибли в самом начале. Я пытался их спасти. Почти удалось, но... Но в итоге выжил только я. И теперь живу. И жалею об этом. Как... Как они зараженные? Хуже. Люди. Грабители. Обычные бандиты. Попытались отобрать у нас еду. Я не собирался отдавать все, что у нас было. Я должен был защитить семью. Я был гордым. Глупым. И их было больше. Я не... За продолжение игры. Ну и чего? Так, хватит об этом. А ты ни о чем не хочешь спросить ликвидатор Шо? Меня всегда интересовал ее список. Заткнись, Ролл. Не твоя очередь. Да. Список жертв. Как он появился? Из-за гада, который должен получить по заслугам. Я начала с него. Затем занесла туда еще одного. А затем их стала целая куча. Но кто был первым? Это еще один вопрос. Пей. Нет, он пытается заставить тебя ответить на первый. Да какая разница. Все началось намного раньше. Когда я сбежала от Вальца, Фрэнк помог мне. Он показал мне, куда я еще могу направить свой гнев. Тогда я думала, что смогу быть с ними. Стать ночным бегуном. Наивная. Они погибли в телебашне. Фрэнк потерял почти всех. Ночные бегуны исчезли. И Фрэнк начал пить. Он забил на жизнь и на самого себя. Так что... Пусть я и не ночной бегун... Но у меня хотя бы есть мой список. Спокойной ночи. Все что ли? Я задал неуместный вопрос? В этом вся прелесть игры, Пилигрим. Рано или поздно ты бы задал неуместный вопрос. До скорой встречи. А ты бармен, да, Заящиков? Гаджо! Вот ты где! Спасибо. Спасибо тебе за водку. Спасибо. Давай выпьем. Выпьем. За меня и за еще один год. В этой дыре. Знаешь, ты не так уж и плох. И я начинаю. Тебе нравится? Не. Это просто значит, что есть засранцы и похуже. И что я пьян. Где Луан? Вы были вдвоем. Мы играли, и я задал неуместный вопрос. Как появился список жертв? Ух, Гаджо, Гаджо. Гаджо, ты заставил ее вспомнить прошлое. Послушай, я говорю тебе это не потому, что ты мне нравишься. Я вообще не знаю, какого хера я это тебе говорю. Но никогда, никогда не спрашивай Луана о прошлом. Ты понял? Хорошо. А теперь проваливай. У меня день рождения. Бодрый мужичок. Бодрый мужичок. Danke. Продолжение следует...